Приветствую. Возможно ли революция в России? Сейчас в стране высокий уровень репрессий, введена военная цензура, запрещены митинги, многие поддерживают Путина, по крайней мере, так говорят официальные источники. Условие, казалось бы, совсем не подходящее. И даже если революция возможна, то не ухудшит ли она ситуацию в стране? Предлагаю посмотреть на опыт разных стран и проследить аналогии с современной Россией. Многим кажется, что чем дольше правитель у власти, тем меньше шансы его свержения. На самом деле это не так. По статистике свергают каждого третьего несменяемого правителя. В этом ролике мы поговорим о народных восстаниях. Начну с России 1917 года. Поскольку этот пример и самый близкий для нас, и самый пугающий, революция перевернула жизнь всей страны. Император Николай II находился на троне 22 года. К тому времени Россия уже два с половиной года вела войну с сомнительными шансами на победу. Это очень напоминает Россию в наше время. Нас бросили, нас просто кинули, как кусок мяса. Еды никакой. Стреляли наши, не наши. И наши по нам стреляли. Еле унесли ноги. В армии проблемы со снабжением, ошибки военного командования, нежелание солдат отдавать жизнь непонятно за что, большие потери. А я что обратно получу? Что я обратно получу? Безногого, безрукого, больного. А мне чего? Кочерыжку, что ли? Отдадут. Правитель, он же верховный главнокомандующий, не может привести страну к победе и не в состоянии решить внутренние проблемы России. Все преодолеем. Все сможем. Как же происходит революция в феврале 1917 года? Петроградцы начинают выходить на демонстрации с лозунгами «Мир, свобода, долой царя». Местная полиция не справляется, но в казармах Петрограда полно мобилизованных солдат. Многие еще не давали присягу. Мобилизация для них – неприятная повинность. И вот этих новобранцев власти выводят на улицы разгонять демонстрации. Но мобилизованные не хотят стрелять в народ. И вот уже весь Петроградский гарнизон бунтует, перейдя на сторону митингующих горожан. Власть не успевает перебросить с фронта войска для подавления. Военное руководство страны решает успокоить бунтовщиков, выбрав крайнего. Им оказывается император Николай II. И элиты, и военные, и общество видят в нем причину своих проблем, даже если открыто не говорят об этом. Знакомая ситуация. Николай понимает, военные от него отступились, народное восстание подавить ему не с кем, и он отрекается от власти после 22 лет правления. Февральская революция убрала и Николая, и монархию в целом. В стране намечались демократические перемены. А вот бенефицарами стали большевики, через полгода захватив власть. Но об этом потом. Выводы. Затянувшаяся война и связанные с ней проблемы становятся катализатором революции. Военные отступаются от правителя, если недовольны им, и это дает народу огромный шанс на победу. Массовые протесты возникают стихийно, когда их никто не ждет, и нарастают лавинообразно. Начинаются даже при высоком уровне репрессий. Причем до последнего момента лидер нации может даже не догадываться, что ему осталось недолго. Например, президент Румынии Николай Чаушевску. Он правил страной 24 года. Проведем параллели между ним и российским президентом Путиным. И тот, и другой вышли из силового ведомства, опирались на страх людей перед спецслужбами, оба хорошо заработали на нефти, поменяли конституцию, чтобы править неограниченно долго. Как видите, между Путиным и Чаушевску довольно много общего. Поэтому особенно любопытно вспомнить, что правление Чаушевску закончилось революцией, быстрой и неожиданной для него. Идет 1989 год. Рушатся многие режимы социалистического лагеря. Но Румыния держится крепко, как заявляет Чаушевску. За месяц до своего падения Чаушевску переизбирается генеральным секретарем ЦК Компартии под оглушительные овации с результатом 100% голосов. Вот так встретились здесь сообщения о переизбрании товарища Чаушевску на должность генерального секретаря РКП. Заключительное слово товарища Чаушевску многократно прервалось скандированием «Чаушевску и народ», «Чаушевску и партия», «Чаушевску и наша слава и горость». При этом люди в стране живут плохо. После тучных нефтяных лет приходит экономический упадок, отсутствие продуктов, перебои с отоплением. Поводом для народных волнений становится, казалось бы, незначительный случай. В городе Тимишуара прихожане не пускают милицию отправить ссылку священника, который открыто критиковал Чаушевску. Начинаются народные волнения. Лидер нации объявляет протесты и провокации иностранных агентов и отдает приказ секуретата стрелять в демонстрантов. В итоге убито несколько десятков человек. В ответ на недовольство Чаушевску решает организовать в столице митинг в свою поддержку, чтобы показать стране и миру, насколько народ сплочен вокруг президента. На митинг свозят лояльных бюджетников с плакатами. С митинга ведется прямая трансляция во все телевизоры страны. Провластный митинг с лояльными, казалось бы, участниками перерастает в мощное народное волнение и в революцию. Да, так тоже бывает. В Бухарест входят войска. Министр обороны отказывается стрелять в протестующих. После обвинений в предательстве министр обороны то ли кончает собой, то ли убит секуретаты, аналогом КГБ. Чаушевску назначает новым министром обороны лично преданного ему друга, который недавно руководил расстрелом демонстрантов в Тимишуаре. А дальше происходит удивительное перебывание в воздухе всех лично преданных Чаушевску сподвижников и нового министра обороны, который приказывает отозвать войска в казармы. Армия не защищает режим и даже поддерживает протестующих. Почему это происходит? Военные и политические элиты понимают, что время Чаушевску ушло, и он всех их тащит на дно. Чтобы остаться элитами, они приносят вождя в жертву. Национального лидера арестовывают, его осуждает военный трибунал по статьям Уголовного кодекса Румынии. Хочется напомнить, что в Уголовном кодексе Российской Федерации тоже есть замечательные статьи, подходящие для президента Путина. Например, статья 353 «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны». Трибунал спешно выносит Чаушевску, его жене, смертные приговоры, и они тут же приводятся в исполнение. Всего за четыре дня режим рухнул, а бессменный президент был казнен. Выводы. Высокие рейтинги президента не всегда отражают реальность. Даже митинг лояльных бюджетников может стать протестным. Элиты встают на сторону революции, если им это выгодно. Есть два типа народных революций, которые напугали современную российскую власть. Если набрать в русскоязычном поисковике «Арабская весна» или «Цветные революции», повсюду будут утверждения, что народные волнения, организованные западными кукловодами. Безответственно затеянная американцами «Арабская весна» разрушила сложившийся в регионе уклад. В какой хаос погрузили эти события нашего соседа на Украину, мы тоже хорошо знаем. Чем же оказались так страшны эти революции для несменяемой власти в России? Да своей эффективностью. Особенность в том, что «Цветные революции» происходили практически без военных действий. Считается, что они опираются на принципы ненасильственного протеста, который описал американский ученый Джин Шарп. Он исследовал способы борьбы с властью в XIX и XX веках и систематизировал их. В книге «От диктатуры к демократии» Шарп сформулировал стратегии и тактику мирного протеста и перечислил 198 методов ненасильственных действий. Здесь есть варианты на любой вкус, начиная с массовых петиций, митингов, забастовок и заканчивая карикатурами и символами. Шарп отмечал, что нужно применять те методы, которые бьют в слабое место конкретного режима. Первая «Цветная революция» на постсоветском пространстве произошла в Грузии. В 2003 году страной уже 11 лет руководил президент Шеварнадзе. В стране прошли парламентские выборы, и оппозиция обвинила власти в фальсификации. Тысячи людей в течение 20 дней выходили на акции протеста. Оппозиция объединилась. В итоге на первое заседание парламента демонстранты ворвались с розами в руках, прервав речь президента. Они вынудили его покинуть зал. Шеварнадзе ввел чрезвычайное положение, но уже на следующий день подал в отставку, объяснив это желанием избежать кровопролития. Революция рос, так её назвали. Она победила. К нашим сегодняшним обстоятельствам это, увы, неприменимо. В России власть не останавливается перед насилием и активно его использует. Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Чтобы у нас были попытки государственных переворотов? Путину и его команде особо опасными показались цветные революции в Украине. Оранжевая 2004 года и революция достоинства Евромайдан. Мы же не хотим второго издания сегодняшней Украины для России. Нет, не хотим. Российская пропаганда создала вокруг них прямо-таки демонический ореол, стараясь ни в коем случае не допустить революционную заразу в души россиян. Ведущие страны НАТО для достижения своих собственных целей во всём поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов. В основном этими же идеями Путин оправдал аннексию Крыма. В 2014 году провели госпереворот. Развязывание гражданской войны на Донбассе. ЦРУ довело свое дело. Начали войну в Донбассе. И полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. То же самое происходит и сейчас. Ещё одна знаменитая серия революций, испугавшая российские власти – «Арабская весна». Это массовые протестные движения, прокатившиеся по странам Северной Африки и Ближнего Востока. Мы боимся, что регион может погрузиться в хаос. Арабская весна началась в Тунисе в 2010 году. Там уже 23 года правил президент Бен Али. От других стран этого региона Тунис отличался большим количеством образованных граждан и неплохой экономической ситуацией. Основные проблемы – коррупция и безработица среди молодежи. Волну протестов запустило публичное самосожжение 26-летнего парня из-за конфликта с местными властями. Ему не давали торговать на улице. Это был его единственный способ заработка. В ответ по стране начались митинги. Протест формировался стихийно, шёл снизу и координировался участниками через социальные сети. Тогда это было ещё новшество. Митинги стали абсолютно неожиданностью для авторитарного режима, который много лет всё контролировал. В стране во времена правления Бен Али было противостояние между спецслужбами, на которые опирался президент, и армией. Она чувствовала себя отодвинутой от дел. В решающий момент это сыграло роль в судьбе революции. Военные отказались помогать президенту. Командующий армией не поддержал приказ стрелять в демонстрантов. Лишившись поддержки армии, президент Бен Али сбежал из страны. Следом за Тунисом в 2011 начались протесты в Египте. Президент Хосни Мубарак к тому времени правил уже 30 лет. Митинги начали происходить в разных городах, но символом революции стала площадь Тахрир в Каире. Оппозиции, несмотря на разногласия, удалось объединиться. Военные выбрали политику невмешательства. В итоге Мубараку пришлось уйти в отставку. Выводы. Объединение оппозиции – это удачная стратегия для свержения власти. Эффективен децентрализованный протест, многочисленные движения из разных социальных слоев без явных лидеров. Важно искать союзников в силовых структурах и в госаппарате. Власть не монолитная, там есть недовольные. Ненасильственных методов недостаточно, если власть способна применить силу. Что ж, опыт революции в странах с авторитарной властью показывает, что народные восстания возможны. Статистика говорит, что они случаются достаточно часто. Теперь предлагаю посмотреть, получилось ли у граждан этих стран использовать революции себе во благо. В качестве критерия применим индекс, который рассчитывает Организация Объединенных Наций. Этот индекс предназначен для определения уровня жизни, образованности и долголетия как основных характеристик человеческого потенциала. Как мы видим, в тех странах, о которых идет речь в этом ролике, за годы после революции индекс вырос. То есть жизнь людей улучшилась. Отдельно нужно сказать о России. После февраля 1917 года страна могла стать демократической, могла стать богатой, но сложилось иначе. Временное правительство не решилось вывести Россию из Первой мировой войны и немедленно начать социальные реформы. Наоборот, оно использовало лозунг «Война до победного конца» и потеряло доверие народа. Ленин и партия большевиков, не получив большинства мест на выборах в учредительное собрание, устроили военный переворот. Что было дальше, мы все знаем. Какие уроки можно извлечь из этой истории? Победа революции – хороший старт. Но в период перемен важно удержаться от падения в диктатуру или в хаос. Для этого политикам нужно разработать программу действий с четкими целями и планами. Продумывать ее можно уже сейчас, пока есть время. Всего вам доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...